Мой супруг купил 8 месяцев назад франшизу в IT-компании. MLM полностью посвятил себе работе всей академии, проходит от компании. Проводит встречи, но пока все 8 месяцев безуспешно. Мне 30 лет. Я женат и есть сын, которого 4 года. Работаю в Российской Федерации уже 5 лет в сфере нефтяной отрасли, как наемник. За последние 3 года у меня средний доход 100 тысяч рублей в месяц. Но до сих пор у меня ничего нет, ни машины, ни движимости. На данный момент я только начинаю свою маленькую смену бизнес. Пощетю постельного белья на заказ. Я сейчас только на начальном этапе заказа. Я бывший военный, но не до пенсии, я не дослужил. У меня умер отец в этой связи, мне пришлось уволиться с армии. Так как единственный сын, после меня еще есть 3 сестры и мама. После смерти отца начались трудности в жизни. Открыть свою аптеку? Ему придется потом это делать. Открыться, что-то не встать. Это все лишь, что помогает больше, конечно, людям. Здравствуй, дорогие друзья. Поприветствую вас сейчас с Нью-Йорка. Хочу ответить на несколько вопросов, которые пришли к нам в рубрике «Вопросы до Влада». Спасибо, что задаете вопросы. Актуальные вопросы я всегда отвечаю. Пожалуйста, ставьте лайк под нашу рубрику. Рекомендуйте своим знакомым, друзьям. Кому, по вашему мнению, эта рубрика помогла бы? Дорогие мои, протяжении уже почти 2 года я провожу эту рубрику. Стабильно еженедельно. Иногда за 2 недели, иногда еженедельно. Я отвечаю на вопросы людей и так далее. Думаю, что оно очень полезно, поэтому многие люди пишут нам. Но если на ваши вопросы они ответили, это не означает, что ответа нет. Значит, аналогичный вопрос уже есть. Ответы там просто вам надо будет поискать внутри этих рубриках, и вы его найдете. Дорогие мои, под рубрикой обязательно послушайте. И в обязательном порядке, после того, когда послушайте, напишите 3 важные вещи, что вы для себя взяли из этого рубрика. То есть из этих ответов. 3 важные вещи, которые вам помогли. Реальные советы, которые вы получили. Чтобы я понял, что действительно в моих выступлениях есть что полезное, что поможет вам действительно получать результаты. Я сейчас нахожусь в аэропорте Нью-Йорка. Это Нью-Йорк. Так вот, видите, хочу ответить на несколько этих вопросов. Первый вопрос. Добрый вечер, пишу вам из России, город Казан. Мой супруг купил 8 месяцев назад франшизу в IT-компании. MLM полностью посвятил себе работе. Все академии проходят от компании. Проводят встречи, но пока все в 8 месяцев безуспешно. Знакомый, который пришел в эту компанию, зарабатывает полтора миллиона в месяц. В этом проект за год. Мерседес через полгода она взяла, получила. А у супруга не получается, он не сдается. У меня руки опустились, полный энергетический спад. Подскажите, если так долго не идет, как бить? Сойти с дистанции или все равно не сдаваться? Просто в материальном плане опустились на дно Валентина. Валентина, дорогая моя, вы же только что сами сказали, что знакомая, которая пригласила вас в этот бизнес, или который ваш муж пришел в этот бизнес, она за год получает, уже вышла на уровне дохода полтора миллиона рублей и так далее. Это говорит о том, что бизнес прибыльнее. Но если у вашего мужа не получается, это не означает, что не надо сразу, то есть надо сразу бросать. Нет. Я уверен, что тот знакомый ваш, который уже у нее за год, она вышла на уровне полтора миллиона, скорее всего, она до того, когда пришла в эту компанию, она работала в другие компании. Она работала, возможно, в компании, разные компании с твой маркетинг, возможно, другие аналогичные продукты она управляла или продавала, или зарабатывала на это. Поэтому у нее есть некая база навыки. У нее некая база навыки формирована. Поэтому у нее хорошо получается. А так со стороны это выглядит, как будто у нее в год, в течение года, сразу она вышла на полтора миллиона рублей дохода. На самом деле это не год. Это результат несколько лет работы. Поверьте моим словам. Я уверен, что ваши знакомые до этого работали где-то, может быть, два компания или три компании. Что касается у вас на данном этапе, пусть муж продолжает, пусть не сдается, пусть продолжает. Но если в деньгах вам тяжело стало и так далее, не надо бросать работу. Я бы рекомендовал вашему мужу работать где-то на зарплату, где он работал, как раньше. Но ежедневно, каждый день от двух до четырех часов, ну вот, например, с восемь часов он же работает, где-то на зарплату, когда работает, хотя бы каждый день два часа, пусть или один час потратить на построение этого бизнеса. Он должен это делать до тех пор, пока доходы от этого бизнеса не будут больше, чем зарплата, которую он получает. Например, если зарплата он будет получать 40 тысяч рублей или 50 тысяч рублей, он должен два часа в день отдавать этому бизнесу до тех пор, пока у него доход из этого бизнеса не будет более 70 или 80 тысяч рублей или 100 тысяч рублей. Тогда он может уйти из зарплаты и продолжать этим бизнесом заниматься. Но ошибка была у вас в том, что вы не построили в этом бизнесе доходы. Скорее всего, вы бросили работу, которая давала вам стабильная зарплата, то есть стабильный доход. Поэтому у вас вот так и вышло. Поэтому вы резко без денег остались. Когда человек резко без денег останется, у него настроение не то, а внутреннее состояние, самое главное, не то. Но эмоционально ты себя чувствуешь неуверенными, потому что у тебя без денег, и это тяжело становится. Поэтому, Валентина, надо, чтобы ваши мужи устроились на работу и параллельно заниматься этим бизнесом. Второй вопрос. Здравствуйте, уважаемый Саймурад Довлатов. Меня зовут Фарух, я родом из Таджикистана. Мне 30 лет. Я женат и есть сын, которого 4 года. Работаю в Российской Федерации уже 5 лет в сфере нефтяной отрасли, как наемник. За последние 3 года у меня средний доход 100 тысяч рублей в месяц. Но до сих пор у меня ничего нет ни машины, ни недвижимости. После того, как я посмотрел ваши ролики в Ютубе, я начал понимать свои ошибки. Я думал, что я зарабатываю неплохо, буду жить, как живут. Все люди думают, что нет, и не будут проблем. А недавно заболели и понял, что я был глупцом. В настоящее время я думаю только о том, как работаю над собой. Но не знаю, с чего начать в данный момент. У меня 2 мысли в голове. Первое. Накопить капитал и купить недвижимость. Хотя бы, чтобы сыну оставлю. Второе. Создать капитал и заниматься малым бизнесом. Но не знаю, с чего начинать. Дорогой мой, начни накопить чуть-чуть капитал. Из капитала, который ты накопил, 10% инвестируй в свои мозги. Например, ты постепенно накопи 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч. Из них 10% инвестируй в свое образование. Это будут 30 тысяч рублей или 50 тысяч рублей. Инвестируй в свое образование. Когда ты инвестируй в свое образование, это означает, что ты начал работать над собой. Потом это поможет тебе. Остальные 90% тот капитал, который ты накопил, грамотно занимаясь малосредним бизнесом, управляя, заниматься и постепенно построить себе растущий доход. Дорогой мой, у тебя трудовой доход. Трудовой доход всегда ограничен. А вот, когда ты начинаешь заниматься бизнесом, у тебя появляется пассивный доход. Если ты научишься еще систему построить, чтобы у тебя средний, высший, средний бизнес появился, постепенно у тебя будет растущий доход. Запомни, трудовой доход – ограниченный доход. А вот пассивный доход – растущий доход. Поэтому все успешные люди создают свой бизнес, создают систему, которая генерирует деньги им постепенно. Но сначала это небольшую сумму, потом чуть больше, потом чуть больше и так далее. Сначала ваш бизнес принесет вам 100 долларов, потом 200, потом 500 и так далее. Постепенно генерирует больше и больше денег. Поэтому, дорогой мой, начни с того, чтобы небольшой капитал инвестировать в свое образование. Купи правильные книги, посвящай разные тренинги. 300 часов учись лично у меня. 300 часов учись, и ты все поймешь, что надо делать в своей жизни. И ты станешь очень успешным пареном. Поверь, это правда. Потому что за годы моей работы, 22 года я работаю с людьми, за все это время, перед моими глазами люди изменили свою судьбу. Они добывались больших успехов. И я удивлен, знаете, я удивлен том, возможности, которые внутри людей спит. Большинство людей это свое возможности не используют, свой потенциаль не используют. К вам вопрос, дорогой мой, Фарок. Как вы думаете, сколько процентов вы свой потенциал раскрыли? Сколько процентов вы свой талант раскрыли? Вот думайте об этом. Поэтому начните работать. А когда вы хотите заниматься бизнесом, у вас автоматом пойдут нужные вещи. Что делать, как делать. Найдите мою книгу «10 шагов. Как стать миллионером территории СНГ». Вы обязательно найдете какие-то идеи, чего надо делать и как надо делать. Доброе время суток, уважаемый Саймурад Довлату. Меня зовут Хачо Агаян. На данный момент я только начинаю свою маленькую смену бизнес. Пощитив пастельного белья на заказ. Я сейчас только на начальном этапе заказа. Я недавно заметил, что уже второй раз я дохожу до определенного дохода. И что-то случается, после чего снова все начинаю с нуля. Проблема в том, что я боюсь, что эта ситуация повторится. И на этот раз. Как мне пробыть эту патологию? Я хочу хоть до 40 лет стать долларовым миллионером. Поэтому решил отказаться от наемной работы и начать бизнес. Благодарю. Дорогой Хачо. Знаете, у вас финансовая программа управлять вами. Это очень важно понять. Вы знаете, найдите мои книги «Стратегии мышления богатых и бедных». Многократно прочитайте этого. А если вы, кейс моей книги у вас есть, если кейс моей книги у вас есть, там есть диск, где 54 категории мышления богатых и бедных людей. Несколько раз его практикуете. Дело в том, что финансовая программа управляет нами. То есть, в какой-то момент мы дойдем, дойдем до управления вещи, он нам как будто заставляет обратно возвращать в том месте, где у нас было раньше комфортно. Подсознательный страх и подсознательный вот это мышление нехватка пробуждается и обратно создают новую реальность по-другому. Я много раз работал с людьми, я видел очень много таких людей, которые похожи в мышление, как ваше, похожи в сознание, как ваше. Поэтому это 6-часовой тренинг. На самом деле, управление финансовой программой, это 6-часовой тренинг. Найдите, у меня тренинг есть, не знаю, найдите тренинг, запись, организация источника дохода. Вон там я рассказываю, как управлять финансовой программой. Я могу вам сейчас пару советов давать, но, возможно, вы это можете использовать, возможно, нет. Но там по полочкам я рассказываю очень много формулей, как вы это можете делать. Хорошо, дорогой? Пожалуйста, обращайтесь в мой сайт, word.samo.com в моем офисе. Попросите, чтобы давали вам онлайн-курс «Организация источника дохода». И именно там вы научитесь управлять своей финансовой программой, чтобы ваш доход стабильно пришлось на новый уровень. Следующий вопрос. Здравствуйте, уважаемый Саймурот. Меня зовут Султанбек. Мне 38 лет, я живу в Кыргызстане, в городе Бишкек. Я бывший военный, но не до пенсии, я не дослужил. У меня умер отец в этой связи, и мне пришлось уволиться с армии. Так как единственный сын, после меня еще есть три сестры и мама. После смерти отца начались трудности в жизни. Дорогой мой, если вы военный, можете создать свою службу охраны, и на это хорошо зарабатывать. Служба охраны обычно хорошие деньги зарабатывает, я это знаю. Одна моя ученица служба охраны создала в городе Кызларда, и этот бизнес оказался очень-очень успешным. Если вы пока в дальнем моменте не знаете, как это делать, просто немножко вам надо посвящать тренинги по бизнесу, чтобы научиться, как организовать работу. Это очень важный момент. Но если вам не удается этого делать, тогда идите работайте в какой-то службу охраны, и по чуть-чуть создайте карьеру там, чтобы вы дошли до нужного уровня. До нужного уровня. Когда дойдете до нужного уровня, потом старайтесь добиться уровня того, чтобы вы стали партнером в этом бизнесе. Это займет 2-3 года. Можно, не имея свой стартовый капитал, стать хозяином бизнеса, то есть стать партнером с теми людьми, которые имеют этот бизнес, и с ними стать. Поэтому для вас будет самый лучший вариант, либо самому создать свое охранное агентство, либо устроиться на охранное агентство, работать и постепенно создать карьеру, дойти до уровня руководства, и так зарабатывать хорошо, если вы военный человек. Или либо можете заниматься военными инвентарем, то есть открывать магазины, которые продают военные одежды и так далее, и так далее. Вот такие направления можно заниматься. Один из моих учеников, который действительно вот это ГБР работал, он, то есть Барс, по-моему, называется эта группа, он вот посвящал мой тренинг, посвящал мою консультацию, я его рекомендовал так, через полтора года, в тот момент я помню, что последние 200 долларов, это было 10 лет назад, понимаете, последние 200 долларов он отдал, последние 200 долларов он инвестировал в себе, консультировался у меня, до сих пор я помню. А потом через полтора года, когда его встретили, у него было три магазина, которые продавали военный инвентарь, и он зарабатывал хорошо, и у него было более 2 миллиона сумм на счету, и у него было три магазина, я до сих пор это помню. Дорогие друзья, ставьте лайк под эту рубрику, если вам нужны книги, график нашей тренинги и так далее, открывайте, пожалуйста, под эти видео, вы видите еще, нажимайте эту кнопку, вы видите все ссылки нашей соцсети, инстаграме, фейсбуке и так далее, и видите график, где, когда, какой тренинг, и самое важное, вы видите, где можно купить мои книги. Почему мы это делим? Потому что под эти рубрики часто нам пишут, где купить книги, где купить книги, поэтому мы решили туда показать, где можно купить наши книги. Дорогие друзья, желаю вам успехов, посещайте все разные наши видео, у нас есть, выходит мой влог, где я там работаю, показываю много, разные бизнесы, свои бизнесы, учеников, а потом посмотрите в совете от Довлатова, там очень много хорошего. Добро пожаловать в само, добро пожаловать в мир успешных людей, встаньте, причина успеха жизни других людей. Я горжусь вами и благодарю вас, пишите больше трех важных мыслей, которые вы получили, хорошие идеи под эту рубрику. Желаю вам успехов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова